всем привет рада видеть вас на своем канале меня зовут надя и в этом ролике я хочу связать опять мини сумочку этот проект на самом деле я задумывала давно еще прошлым летом поэтому у меня такие яркие сочные цвета вот такой салатовый яркий ремень и для этой мини сумочки я заготовила клапан и донышко все эти практически все эти материалы у меня от пряжи центра клапан и донышко у них можно сделать собственными принтами что я и сделала но вот смотрите сделала я заказ прошлым летом все это время он у меня пролежал видимо клапан лежал на солнышке а донышко видимо лежала внизу и посмотрите клапан выгорел хотя я его не носила но я думаю ничего страшного донышко наверное тоже рано или поздно выгорит и оно все будет приблизительно одного такого выгоревшего цвета на сайте пряжа центр можно сделать клапаны донышки можно сделать бирочки собственным дизайном загрузить туда картинку нужного формата затем с вами свяжется дизайнер уточнит кое-какие подробности и вы уже получите вот заказ собственным принтом у меня вот такие вот листья так шнур для вязания карамель lime ну как всегда здесь 200 грамм 75-80 метров это просто карамель не baby это шнур 5 миллиметров для вязания этого шнура я возьму крючок тоже 5 миллиметров а вот для обвязки донышко я возьму тонкий крючок 3 миллиметра подписывайтесь на канал ставьте лайки если вы этого еще не сделали и давайте начинать итак беру донышко беру крючок 3 миллиметра и откладывают рабочей нити хвостик здесь наверное сантиметров 70-80 думаю не такого хвостика хватит вставляю крючок в отверстие на короткой стороне подхватываю рабочую нить вывожу его вывожу петлю по длине не стесняюсь следующую точку подхватываю рабочую нить опять вывожу одну петлю через другую прохожу соединительными петлями по краю этого донышка вот так просто обвязываю донышко соединительными петлями по одной соединительной петле в каждую точку итак я дохожу до последнего отверстия вставляю туда крючок и подхватываю хвостик это короткая нить которую мы оставляли в начале вытаскиваю его делаю соединительную петлю но здесь все уже всем знакомо вытаскиваем вставляю крючок под первую петлю вот так подхватываю опять хвостик опять его вытаскиваю и затем увожу на изнаночную сторону вот так вставляю крючок и опять подхватываю хвостик я сделала в одной соединительной петле в каждую точку и у меня получается 24 отверстия в донышке дальше я буду утваивать каждую вторую точку и таким образом у меня получится 36 петель крючок я для этих целей оставляю 3 миллиметра потому что вязать я буду все еще в отверстие и так вот у меня точка откуда выходит хвостик вот это рабочая нитка вставляю крючок вот так в отверстие и в косичку подхватываю рабочую нитку вывожу ее вывожу не стесняюсь по длине и делаю первую подъемную петлю которая будет играть роль первого столбика без накида в следующую точку делаю два столбика без накида 1 и 2 в следующую точку опять 1 1 а в следующую точку опять 2 и работаю так до конца ряда чередую 1 2 1 2 в последнюю точку этого ряда нужно сделать две петли делаю одну петлю и делаю вторую ножку этой петли провязываю рабочей ниткой а вот шапочку завершаем хвостиком вытаскиваю хвостик затем крючок под первую горизонтальную петлю подхватываю хвостик опять вывожу его и затем вот сюда так еще раз так обвязка донышка на этом закончена теперь если пересчитать петли у меня их будет 36 первый ряд стеночек начинаю я его в точку откуда выходит хвостик беру крючок номер 5 итак вставляю крючок в косичку в перемычку подхватываю рабочую нить делаю первую петлю подъем в следующую точку опять в косичку в перемычку подхватываю рабочую нить столбик без накида работаю столбиками без накида до конца ряда по одному столбику без накида в каждую точку предыдущего таким образом их будет опять 36 последний столбик в этом ряду вот сюда косичку в перемычку ножку делаю рабочей ниткой шапочку делаю хвостиком так и соединяюсь и вот сюда и дальше перехожу к следующему ряду узора второй ряд начинаю его вкалочку в раскол вот соединительной петли вот она вот так я вставляю крючок в раскол подхватываю рабочую нить делаю первую подъемную петлю петлю на крючке я стараюсь поправить чтобы она легла ровно без перекрутов тогда изделие будет смотреться красивее дальше на ряд ниже следующую точку вот так я вставляю крючок подхватываю опять рабочую нить и делаю длинный столбик без накида на ряд ниже вот так опять в раскол слежу за тем чтобы нить шла без перекрутов поправляю ее если надо и на ряд ниже работаю так до конца ряда в конце ряда делаю опять бесшовное соединение хвостик заканчиваю второй ряд это длинный столбик на ряд ниже вот сюда подхватываю рабочую нить делаю ножку рабочей ниткой а шапочку провязываю хвостиком и вывожу его вот так под первую горизонтальную петлю вставляю крючок и дальше смыкаю ряд без шва второй ряд на этом готов можно все поправить согнуть так как это должно быть в изделии и перехожу к вязанию третьего ряда так хвостик откладываю беру рабочую нитку первую подъемную петлю делаю в раскол галочки на ряд ниже вставляю крючок подхватываю рабочую нить делаю первую подъемную петлю дальше я цепляю крючком ножку первого длинного столбику и ножку второго длинного столбика и делаю вокруг этих ножек рельефный столбик нить вытаскиваю побольше чтобы ничего не стянуть вот получился рельефный столбик затем опять в раскол вот смотрите как с лица я завожу крючок и вот как он выходит с изнанки то есть просто в раскол слежу за тем чтобы все правильно вышло и делаю обычный столбик опять поправляю нить рельефный за одну ножку за вторую рельефный столбик так и в раскол обычный чередую так до конца ряда рельефный вокруг ножек и в раскол в расколу в длины в конце ряда ряд должен закончиться рельефным столбиком и вот он последний рельефный столбик ножку его делаю рабочей ниткой а вот шапочку провязываю хвостиком так рабочую нитку увожу наизнанку затем крючок под первую горизонтальную петлю подхватываю хвостик подтягиваю и увожу его вот сюда итак второй ряд на этом закончен перехожу к вязанию третьего ряда это опять нечетный ряд и все нечетные ряды будут идентичны третьему ряду начинаю в раскол делаю подъемную петлю дальше спускаюсь на ряд ниже под рельефный столбик предыдущего ряда и под эти две нити опять в раскол так здесь смотрю чтобы все с изнанки вышло красиво подхватываю опять рабочую нить вывожу ее длинную делаю длинный столбик на ряд ниже опять в раскол обычный и под рельефный под нити в раскол вот смотрите как должен как должен выйти крючок чередую так до конца ряда опять обычный и длинный длинный не стесняйтесь вытаскивать ну и закончится этот ряд длинным так как начинали мы его с обычным и так заканчиваю этот ряд предпоследняя петля в раскол и последняя в раскол на ряд ниже ножку опять провязываю рабочей ниткой вытаскиваю ее шапочку провязываю хвостик третий ряд на этом будет готов под первую горизонтальную петлю так и вот сюда поправляю стеночки поправляю петли и нити чтобы все красиво лежало и перехожу к вязанию четвертого ряда четвертый ряд это четный соответственно он будет идентичен второму ряду и так как он будет вязаться в раскол в длинную петлю вставляю крючок вот так вот изнанка подхватываю делаю первую подъемную петлю дальше цепляю одну ножку цепляю вторую делаю рельефный столбик вокруг этих ножек опять в раскол обычная петля и рельефная и чередую так до конца ряда я думаю принцип уже понятен и уже виден этот узор вот он складывается из таких ячеек дальше нужно повторять нечетный ряд и четный на нужную высоту и все ряды я соединяю вот хвостиком провязала я высоту 17 рядов это 16 рядов узора и первый ряд был установочный сантиметрах это будет где-то приблизительно 13 узор очень хорошо кушает пряжу требует много пряжи и поэтому в этот раз эта мини сумочка у меня получится не очень высокой если вы хотите сумочку повыше то есть побольше высоту тогда берите два матка пряжи и дальше начну крепить клапы смотрите один небольшой совет тем кто будет вязать каждый раз когда вы будете начинать новый ряд стремитесь к тому чтобы начало этого ряда не приходилось на прямую часть чтобы оно всегда было где-то на этом закруглении то Hemphill – то есть вот сейчас я тяну нитку и допустим если бы я сейчас начинала новый ряд я бы его начала вот в эту точку да а если у вас будет начала где-то вот здесь то не надо начинать новый ряд вот сюда-сюда или сюда просто передвиньтесь сами самостоятельно куда-нибудь вот в эту точку там вот в эту точку или вот в эту точку да здесь ничего страшного не произойдет но просто если стык пойдет по прямой части он будет очень заметен а на сгибе стык рядов совсем не заметен вы смотрите видите как все красиво и аккуратно получается и так дальше начинаем крепить клапан к сумочке на клапане у меня 10 отверстий я просто его вот так прикладываю и беру маркер и маркером отмечаю краевые петли которые будут начинать и заканчивать место где прошивается клапан вот я на глаз отметила это вот эта петля допустим и и вот эта петля теперь считаю сколько здесь косичек здесь 12 а отверстий 10 таким образом нужно будет здесь пропустить некоторые косички итак беру крючок и начинаю делать традиционную обвязку по кругу соединительными петлями вставляю в одну точку вытаскиваю петлю вставляю следующую кромочную под обе дужки вытаскиваю вторую петлю делаю соединительную петлю работаю так до конца ряда или до начала пришивания клапана дошла я до 1 маркера прикладываю клапан сначала вставляю крючок теперь он туда не лезет нужно поменять крючок беру крючок поменьше вставляю крючок в клапан в кромочную петлю и продолжаю вязать соединительными петлями следующую точку опять в клапан в кромочную петлю в клапан дальше кромочную петлю я пропущу я помню что у меня 12 петель а отверстий на клапане всего 10 в клапан в кромочную петлю в клапан в кромочную петлю так сейчас опять пропущу кромочную петлю и заканчиваю две точки остается и как раз видите вторая точка последняя приходится у меня на отмеченную маркером кромочную петлю так возвращаюсь к крючку номер пять и доделываю этот ряд здесь остается всего пара петель последняя петля вытаскиваю нить вот это весь остаток нити от одного мотка то есть у меня нить ушла практически вся смыкаю под первое звено вытаскиваю нить так и в последнее звено так и вот вот сюда вот так и вывожу эту нить на изнаночную сторону а косичка который мы все это время обвязывали сумочку замыкается бесшовно все сама сумочка готова смотрите какая она хорошенькая получается остается только установить фурнитуру вот эти вот держатели для ремня и можно носить давайте сделаем полные замеры этой сумки по донышку она получилась где-то 11 с половиной в длину так в ширину или в толщину 6 с половиной высоту я измеряла да вот 13 14 что туда может поместиться например телефон спокойно смотрите сколько еще места и дальше кошелек допустим какие-то карточки какая-то мелочь телефон конечно лучше в чехле на боковую часть я устанавливаю вот такой вот держатель для карабина что ли не знаю как его назвать его вот эта пластинка откручивается ее нужно вставить под петли вот такая маленькая хорошенькая сумочка получилась у меня вся в зеленом цвете такой ремень можно носить и на поясе можно носить ее и как кроссбоди на плече надеюсь что вам понравилось это видео если что-то было непонятно задавайте свои вопросы в комментариях ставьте лайки и подписывайтесь на канал спасибо за внимание пока пока подписывайтесь на канал